В эфире программа «День города» в студии Алена Кукольва. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. На Куйбышевском шоссе проведут ремонт дорожного покрытия. Накопить и не потерять – разбираемся с начислением пенсии. И в историческом доме конца 19 века рушатся стены, крыша и фундамент. Здесь до сих пор живут люди. Мало кто в молодом возрасте задумывается о своей пенсии. Однако, если к вам в дом приходят незнакомые люди, представители пенсионного фонда, и пугают тем, что вы потеряете накопительную часть пенсии, не предприняв определенные шаги, волей-неволей задумываешься о будущем. Задуматься можно, а вот подписывать какие-либо документы не стоит, по крайней мере, не разобравшись в ситуации. Так из чего будет складываться наша пенсия и есть ли смысл переходить в негосударственные пенсионные фонды, разбиралась Ирина Ковалева. Итак, что нужно знать о пенсии людям, родившимся в 1967 году и позже? Ну, во-первых, то, что пенсии формируются из двух составляющих – страховой и накопительной. Важно учитывать тот факт, что граждане имеют право инвестировать средства накопительной части пенсии либо в государственный сектор, либо в негосударственные пенсионные фонды и частные управляющие компании. Однако, если до 1 января 2016 года вы ни разу не выбирали способ инвестирования, то на данный момент у вас идет формирование только страховой части пенсии. Если же вы относитесь к категории активных граждан и до 2016 года документально оформили накопительную часть пенсии, то и сейчас вы вправе выбирать способ ее инвестирования. Для обоих этих категорий очень актуально, что сейчас, в данный момент, они подвергаются массированной информационной атаке со стороны государственных пенсионных фондов. В частности, по домам ходят неустановленные граждане, которые предъявляют недостоверные документы и частенько преподносят недостоверную информацию, которая заключается в том, что им говорят, вы должны что-то перевести срочно, иначе у вас государство отнимет пенсию. У вас пенсия будет маленькой, если вы срочно не переведете свои средства пенсионных накоплений в тот или иной негосударственный пенсионный фонд. Часто называется конкретный пенсионный фонд. И чаще всего эти граждане представляют сотрудниками пенсионного фонда Российской Федерации. Сегодня попасть в подъезд многоквартирного дома даже при наличии домофона не составляет особого труда. В последнее время в гости к рязанцам без их приглашения все чаще захаживают представители пенсионного фонда. Какого именно, они, правда, не уточняют, зато просят предъявить им паспорт или снился. Был дело, вот недавно приходили молодые люди и представились сотрудниками пенсионного фонда. И при этом они сказали, что если вы не переведете накопительную часть пенсии в государственный пенсионный фонд, то там государство отберет у вас. И просили еще сфотографировать паспорт, снился. Но они, конечно, не вызвали у меня доверия. Сотрудники государственного пенсионного фонда напоминают, они не осуществляют поквартирный обход населения. Открывая дверь незнакомым людям, нужно понимать, что в лучшем случае ими могут оказаться представители негосударственных пенсионных фондов. А в худшем это могут быть мошенники или даже бандиты. Поэтому пускать их дальше порога не стоит, а уж тем более предъявлять паспорт или снился. Иначе, отправившись на поиски документов, вы рискуете остаться в лучшем случае без кошелька. Или же ваши персональные данные могут быть использованы в различных криминальных схемах. А если даже перед вами реальный представитель негосударственного пенсионного фонда, не спешите подписывать какие-либо документы. Ведь выбор определенных способов инвестирования может быть связан не только с доходами, но и с убытками. В частности, согласно действующему законодательству, выбирать способ инвестирования, то есть менять негосударственный пенсионный фонд, переводиться из НПФ государства, из государства НПФ, можно только раз в пять лет. То есть без убытков формирования пенсионных накоплений средства будут переведены только через пять лет после подачи заявления. Есть также досрочная форма. Это то, чего добиваются те, кто ходит по домам. Когда человек раньше пятилетнего срока переводит средства своих пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд, тогда он может, во-первых, потерять инвестиционный доход за это время, за этот год или два или три года. И второе, если будут убытки в формировании пенсионных накоплений, никто не будет гарантировать этому гражданину номинал. Так что решение по поводу формирования пенсионных накоплений нужно принимать взвешенно. Ознакомиться со всей необходимой информацией можно на сайтах негосударственных пенсионных фондов и на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. В четверг вечером в Рязани произошел пожар в жилом доме. Уже второе серьезное возгорание за эту неделю случилось на улице Вторая линия. Сначала огонь уничтожил сарай, затем перекинулся на жилой дом. По данным спасателей, площадь пожара составила 72 квадратных метра. К счастью, никто не пострадал. На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей и 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Вчерашний день у рязанских пожарных выдался по-настоящему горячим. Еще один пожар они потушили в многоэтажке. Правда, уже условные. В городе прошли пожарно-тактические учения по эвакуации и тушению огня в высотных зданиях. По замыслу, в результате короткого замыкания произошел пожар в одной из квартир на 11 этаже 15-этажного жилого дома и создалась угроза распространения огня. С заданием спасатели справились быстро и слаженно. К другим темам. В историческом доме на улице Щедрина рухнула крыша. Это здание включено в свод памятников архитектуры России. Дом был построен в начале 20 века и, судя по его нынешнему состоянию, с тех пор не ремонтировался. Тем не менее, в нем по-прежнему живут люди. В каких условиях узнавал Валерий Седов. Буквально неделю назад мы снимали репортаж о том, как на улице Щедрина в доме 40 рухнула крыша. Но мы и представить не могли, какие разрушения происходят в другой стороне дома. После выхода нашего сюжета к нам обратились жильцы этого же дома, вход в который располагается с другой стороны улицы. В самом доме 15 квартир, но только в 9 из них живут люди. Если боковые входы видно хорошо, то найти центральный стоило больших трудов. А спрятан он в виноградных лозах, которыми успел обрасти дом. Местами полы в этих помещениях обвалились, а стены вовсе покосились. Потолок почти полностью осыпался. Страшно подумать, что здесь до сих пор прописаны люди. И это только одна из разрушенных квартир, в которую нам удалось пройти. Соседняя принадлежит Иненкову Андрею. И в ней дела обстоят куда хуже. Там у меня еще хуже условия, чем здесь. Там вообще провалились полы, провалились туалеты, все ушло в подвал. Подвал трехметровой глубины, и все туда провалилось. Сами жители не раз обращались в различные инстанции, но получили одни отписки, под копирку списанные друг с друга. Дом этот стоит с 19 века. И с тех давних времен в нем ни разу не проводили капитальный ремонт. В 2009 год еще было постановление, что нас внести в фонд переселения из аварийного жилья. Была комиссия, организованная межведомственная комиссия, которая заключение дала, что дом аварийный, тоже нас хотели переселить. И все, до сих пор никак никуда ничего не переселяют. Но однажды государство все же решило провести здесь капитальный ремонт. Правда, по подсчетам он обошелся бы в 3 миллиона рублей. И проект тут же свернули, признав его нерентабельным. Теперь дом потихоньку осыпается и пытается похоронить сам себя. Полы вместе со стенами падают в подвал и тонут скопившейся там воде. Жить в центральной части дома попросту невозможно. Правда, этого нельзя сказать о других квартирах. В седьмой, например, живет Галина Чудинина, инвалид второй группы. С самого детства она болеет полиомелитом. И пенсия у нее всего 9 тысяч рублей. Чтобы дойти до своей квартиры, ей нужно подняться по высокому деревянному крыльцу. И хоть виды внутри не такие пугающие, как в предыдущей квартире, состояние помещения оставляет желать лучшего. Полы у нас это тоже рушатся, потому что в подвале там сырость. Вот, ничего не делается. В туалете тоже. И это хотела хоть обид, чтобы штукатурка не падала. Соседка сказала, стена рухнет. Она действительно вся рухнет, потому что она вся сгнила. А в туалете хотела пластиковые окна поставить. Они пришли и сказали, здесь нельзя, говорит, стена тоже упадет на улицу. Зимой в этой квартире витает холод. Отопление работает крайне плохо. И приходится утепляться всеми доступными способами. Так дела обстоят не только в седьмой квартире. Зимой воду мы включаем, у нас всю зиму вода течет, всю зиму. Если мы ее не закроем, то уже воды у нас не будет, перемерзает вода. Вот в этом году тоже раза три, наверное, отогревали воду. Прямо напротив Галины живут еще несколько семей. Потолок в их квартире обвалился в нескольких местах. И дыры попросту залатали подручными средствами. Все стены отваливаются. Все уходно. В квартире все стены отваливаются. А вы давно живете в этой квартире? Ну давно, лет 30. По дому тянется не одна сквозная трещина. А стены в жилых помещениях могут рухнуть в любой момент. На одной из них, кстати, висит газовое оборудование. Если стена все-таки упадет, то в квартирах произойдет взрыв. Ведь даже частичного ремонта в доме за счет муниципалитета не проводилось. Жильцы все делают сами. Страшно. Я уже за себя не так боюсь. У меня дети, у меня двое внуков. Одному 12 лет, другой 4,5 годика. Они тоже здесь. Вот я переживаю, конечно, за внуков. Целые семьи продолжают жить в этом доме. Ведь другого выбора у них нет. Штукатурка постоянно падает с потолка, а сам фундамент все сильнее уходит под землю. И никто из жильцов не знает, чем для них обернется следующий день. На Куйбышевском шоссе проведут реконструкцию сетей теплоснабжения и капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна. В пиковые часы с целью предотвращения пробок для бесплатного проезда откроют платную дорогу. Одна из основных проблем нашего города, как известно, это дороги. Большинство из транспортных артерий города находятся в плачевном состоянии. Как, например, Куйбышевское шоссе. Горожане неоднократно жаловались на состояние дороги. И в этом году на Куйбышевском шоссе дорожное полотно наконец-то заменят. Речь идет о масштабной работе как над самой дорогой, так и над реконструкцией сетей теплоснабжения. Это один из самых грандиозных проектов этого года, который мы должны реализовать. Но расскажу так, что из 650 миллионов рублей, которые у нас в этом году запланированы на дорожные работы, около 200 миллионов – это стоимость этого проекта. Ремонт Куйбышевского шоссе пройдет в несколько этапов. Сейчас идет подготовительный этап. После него будет отремонтирована теплотрасса, проходящая рядом с дорогой. По словам Владимира Луканцова, капитальный ремонт Куйбышевского шоссе не скажется на движении транспорта в городе. Предполагаемые альтернативные маршруты объезда пройдут через Восточную окружную дорогу и улицу Черновицкую. В Рязанской области официально зарегистрировано около 12 тысяч мотоциклов. Их обладатели уверяют, что мотоцикл – замечательное средство передвижения, поскольку не создает пробок и меньше, чем автомобиль, загрязняет окружающую среду. С другой стороны, мотоциклисты часто становятся участниками и даже виновниками дорожно-транспортных происшествий. Зачастую из-за того, что они имеют прав. Движение на дорогах с каждым годом становится все интенсивнее, быстрее и опаснее. К сожалению, не всегда водителям удается правильно оценить ситуацию на дороге, что в итоге приводит к ДТП. Одним из самых опасных средств передвижения считается мотоцикл. Только в Рязанской области с начала года было зарегистрировано свыше 50 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых погибло 6 человек и более 50 получили травмы. Стоит отметить, что большинство мотоциклистов управляет транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Сегодня вот здесь проходит практический экзамен на право управления мотоциклом. Сдают кандидаты в водителя на категорию А. Это, скажем так, самые законопослушные участники дорожного движения, которые прежде чем сесть за руль подобного транспортного средства, все-таки изучили требования правил дорожного движения. Чтобы успешно сдать экзамен, кандидатам необходимо пройти специальный автодром. Он включает в себя скоростное маневрирование, змейку, узкий коридор и парковку. После прохождения автодрома водитель получает разрешение управлять транспортным средством категории А. В эту категорию входят мотоциклы с объемом двигателя от 125 кубических сантиметров и выше. Управлять таким транспортным средством разрешено только с 18 лет. Существует также категория А1. Это мотоциклы до 125 кубов. Ими также можно управлять с момента достижения совершеннолетия. И категория М, куда включены мопеды и квадроциклы. За руль такого транспортного средства можно садиться с 16 лет, имея водительское удостоверение. Конечно, не все сдают экзамен с первого раза. А вот счастливчиков после успешной сдачи переполняют эмоции. Ощущения хорошие. Нас учили, чтобы управлять мотоциклом. Поэтому знаем, как сдавать. После того, как прошел автодром, ощущения замечательные. Немножечко есть мандраж. Ну, здорово. Я очень рада. Однако после получения водительского удостоверения не стоит расслабляться. Каждый день происходит огромное количество ДТП, как по вине водителей, так и по вине пешеходов. Поэтому не теряйте бдительность на дорогах. Любое неверно принятое решение может привести к печальным последствиям. Рязань – это древний самобытный город, который менее чем 100 лет назад обладал совершенно неповторимым обликом. Архитекторы прошлого тщательно продумывали взаимосвязь построек, а храмы являлись важнейшими элементами структуры городской ткани. Об этом рассказывает выставка «Утраченные храмы Рязани». Галина Ершова продолжит. Архитектурные ансамбли и старинные постройки. На Первомайском проспекте, дом 33, открылась выставка работ архитектора Виктора Хохлова «Утраченные храмы Рязани». На шести полотнах изображено более 30 церквей и колоколин, большинство из которых не дошли до наших дней. Эта выставка – небольшое исследование уникального архитектурного стиля Рязани. Ведь раньше все городские постройки были визуально связаны между собой. Например, когда Петр Первый начинал строительство Петербурга, то он стремился при своей жизни и добился этого. Первое здание – это был собор Петропавловской крепости. Почему? Потому что пока в городе нет вертикали, доминанты, город как бы не признается сообществом, что это город в том плане, в каком он может стоять в ряду, ну Петербург – это в ряду столиц, ну и так далее. Главное полотно Виктор Васильевич посвятил Рязанскому Кремлю. Чтобы вписать в современный облик утраченные строения, понадобилось полтора года исследований. Удалось узнать, что первое каменное здание появилось еще в 15 веке, что все Успенские соборы в России были белого цвета и только рязанский – красного. А также, что по наличию колоколин, их художественному оформлению и сложности инженерных решений раньше оценивали уровень развития города. Если мы посмотрим на особенности колоколин рязанских церквей, то мы увидим характерное использование треугольных портиков в сочетании со шпилями. Вот у нас сейчас хорошо сохранились колокольни до Петровской поры, так называемые шатровые колокольни, и мало колоколин шпиль, которые имеют шпиль как завершение. Это чисто европейский прием, который привел Петр I. Выставка-гравюр – это основа экспозиции проекта «Ломбардные дома. Возрождение традиций». В его рамках рязанские антиквары представили свои коллекции уникальных старинных монет, древних икон и мебели дореволюционной эпохи. На реконструкцию одного стула у Владимира Макарова уходит несколько месяцев, ведь нужно полностью воссоздать технологию и использовать только натуральные материалы. Это воск и шелак. Ручная работа во всем. Никаких машинных дел нет практически. Все вручную. Раньше делать, но и восстанавливать тоже все вручную. Поэтому все так долго, тщательно и все. Коллекция будет расширяться и обновляться ежемесячно, чтобы радовать рязанцев все новыми предметами старины. Министерство труда и социальной защиты страны представило график выходных и праздничных дней на 2018 год. Согласно ему, нас ждет двухдневная рабочая неделя после первых майских праздников. Кстати, россияне отдыхают гораздо больше в сравнении с другими странами. Довольны таким положением дел рязанцы или нет, мы решили спросить напрямую у жителей нашего города. Проект постановления правительства Российской Федерации, разработанный ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. В 2018 году планируются следующие дни отдыха. С 30 декабря по 8 января – новогодние рождественские каникулы. С 23 по 25 февраля. С 8 по 11 марта. С 29 апреля по 2 мая. 9 мая. С 10 по 12 июня. И с 3 по 5 ноября. Также в течение недели, на которую приходятся первые майские праздники, рабочими днями будут только 3 и 4 мая. Жители нашего города по-разному относятся к такому количеству праздников. Сейчас ведь люди стали отдыхать, ездить куда-то за границу. И здесь у нас по России с детьми. Поэтому, может быть, даже кому-то и мало. Сложно сказать. Полезных праздников не очень много. Таких вроде 8 марта, но я даже не знаю. Можно было, в принципе, поменьше их сделать. 23 февраля можно вот сейчас всю неделю, то есть 23 февраля. То есть полезно это для людей или лучше работать все-таки побольше? Ну, знаете, эффективность любого работника зависит от того, сколько дней он отдыхает. То есть человек, который отдыхает 2 дня в неделю, ну, таких в России, к сожалению, не очень много. Они не способны, скажем так, полностью осуществлять свои функции на 100%. То есть они просто ждут и живут от выходного до выходного. Если было бы, возможно, 3 дня выходных, то есть, допустим, в середине недели, какая-нибудь среда, да, еще. И если бы, ну, чуть-чуть там увеличить, например, норму отработки, да, там, количество часов за счет среды, то, возможно, даже было бы немножко эффективней. Для нашей страны лучше работать побольше. Мы и так самая бедная страна. Побольше и получше. А отдыхаем очень много. У нас огороды. А молодежь ничем не занимается, поэтому для молодежи надо работать. Я это ничего не понимаю. Я всегда работаю. Мне сейчас это не понять, что сейчас творится. Я все равно работаю, я дома не сижу. Я не привыкла сидеть и лежать. Я бы, например, не отказалась отдохнуть и с удовольствием отдыхать на новогодние праздники. Но я думаю, что на майские праздники можно было бы, наверное, продлить, потому что люди все на огородах отдыхают. Поэтому майские можно было бы увеличить хотя бы на денечек, на два. Всем по-разному. У нас, в принципе, достаточно праздников. И слишком много тоже их не нужно, потому что когда деньги зарабатывают. В других странах так же отдыхают или больше, меньше? Нет, они приезжают и обалдевают, сколько у нас праздников, потому что у нас слишком много праздников. На их мнение. Вместе с 28 днями отпуска и уикендами у каждого работающего жителя нашей страны выходят два свободных месяца в году. К слову, Россия по количеству государственных праздников, являющихся выходными днями, занимают шестое место в мире. Больше только в Аргентине, Колумбии, Японии, Гонконге и Таиланде. В этих странах отдыхают 17-19 дней в сравнении с российскими 14. Немножко отстают от нас по количеству выходных Малайзия, Литва, Италия и Испания. 23 июня отмечают Международный день балалайки. Это профессиональный праздник всех музыкантов-народников. Дата выбрана не случайно. Ведь первые балалайки упоминаются в документе память из Стрелецкого приказа, Малороссийский приказ, который датируется 23 июня 1688 года. О продолжателях народных традиций расскажет Галина Ершова. Самый старинный и узнаваемый музыкальный символ России, конечно, балалайка. Но мало кто знает, что в разные времена она была четырехугольной, треугольной и даже круглой. А чтобы освоить, на первый взгляд, нехитрый инструмент, нужно около 10 лет и постоянная практика. Если не тренироваться хотя бы две недели, то приходится начинать почти с нуля. Несмотря на всего лишь три струны, играть на балалайке можно по-разному. Существует два основных стиля. Это классический струй. Сейчас попробуем изобразить народный. Вот народный струй. Если балалайка инструмент известный, то ее сестру Домру не знает никто. А между тем именно Домра является первой скрипкой в ансамбле народных инструментов. Диапазонное звучание значительно шире, а играют на Домре не руками, как на балалайке, а с помощью медиатора. Однако о происхождении инструмента историки спорят до сих пор. На 100% нет достоверной информации, что Домра – русский инструмент. Нет, она также была... Она упоминалась и в Польше, и в Белоруссии, и у татар. С помощью Домры можно исполнить все партии, написанные как для скрипки, так и для мандолины. Сегодня народные инструменты вновь входят в моду. Их используют даже рок-музыканты для создания необычных аранжировок. Немецкая группа «Скорпионс». У них даже в песне есть слова про балалайку. 23 июня отмечают Международный день балалайки – профессиональный праздник музыкантов-народников. Насладиться их мастерством и услышать чарующие звуки можно сегодня на улице Почтовой в 18.00. И на этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока – хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Бетон. Точно по расписанию. Производственно-строительная компания «Техно-Монолит». Поселок Мурмина. Телефон 99-24-06. Телефон 99-24-06.